так друзья всем привет сегодня мы тут решили прокатиться очередной раз по магазинам значит тема видео какие расходы вас ожидают при переезде в другую страну в нашем случае это сша вот выиграли green card и хочу заметить что у каждого это будет индивидуально все у всех будет по-разному кто-то едет один кто-то едет вдвоем муж и жена кто-то вот как нашем случае мы ехали с ребенком то есть нас трое значит такие расходы мы подавали заявку на green card через офис в минске центр green card вот эта заявочка на семью стоило 15 долларов потом когда мы узнали что вы выиграли потом уже мы платили центру green card 400 долларов это было с полное сопровождение они помогали нам все документы оформляются они делали для нас переводы всех этих документов на английский язык потом получается что там еще они нам помогали значит они нам помогали делать визы в польшу визы в польшу стоили еще где-то по 60 евро на человека плюс еще какие-то там консульские сборы для того чтобы попасть в сша кроме того что вы выигрываете green card еще нужны визы американские одна американская виза стоит 330 долларов то есть мы за троих платили 990 долларов это американские визы потом мы платили за green card еще по 220 долларов то есть плюс еще 660 долларов билет на самолет стоил 1800 на троих это с учетом того что мы еще марку не было двух лет стоимость ребенка составляла стоимость билета на ребенка составляла что-то около десяти процентов это был рейс москва минск москва москва лос-анджелес лос-анджелес портал вот такой вот рейс у нас был 1800 потом мы еще заранее как я уже говорил снимали жилье то есть уже 1600 еще у нас было первый месяц оплачен за жильем такие вот расходы ну и как бы планируйте если кто-то планирует переезжать с сша на постоянное место жительства нужно запастись такой суммой апартаменты либо какое-то жилье здесь в месяц стоит где-то что-то около 1200 рассчитывайте что может быть вы не в первый месяц найдете работу рассчитывайте что может быть вам нужно будет снимать жилье месяц-два потому что не каждый находит сразу со старта работу потом еще машина нужно будет скорее всего сразу ну хотя если это какой-то крупный большой город то на общественном транспорте в принципе можно тоже добираться я первое время добирался на общественном транспорте вот ну и как бы если еще машину где-то что-то покупать такое средненькое что-то на первое время я думаю что-то около тысячи долларов это за машину вам потребуется еще тоже по приезду уже по приезду уже какие расходы у нас сейчас на сегодняшний день им на продукты мы тратим что-то около на неделю где-то 80 90 долларов у нас уходит на продукты это хороший набор продуктов мы покупаем все время фрукты мясо для ребенка там сыр молоко короче хороший такой набор продуктов мы покупаем различные фрукты орехи покупаем шоколад абсолютно по продуктам абсолютно ни в чем себе не отказываем здесь в принципе цены нормальные на продукты мобильная связь 57 долларов за два номера в месяц страховка на машину у меня уже 90 долларов после того как я получил местный драйвер-лайсенс мы платим за жилье 800 долларов в месяц все коммунальные включены это очень дешево апартаменты в среднем рассчитывайте что где-то что-то около 1200 будут стоить что-то где-то вот в районе такой суммы вот в принципе такие вот расходы друзья спасибо за внимание всем пока